привет снова всем так сегодня показываю вам уходовую то что я купила вот экспериментировала купила за последнее время за этот месяц немного экспериментировала но все таки вот давайте приступим значит начнем с витаминов для лица я посмотрела какой-то ролик на ю тубе там наоми кэмпбелл все знают кто кто это не буду рассказывать вот и она что делала она в уходе использовала витамин c в порошке и гиалуроновую кислоту но смысле сыворотку вот я тоже задумалась и решила что почему бы не попробовать и купила себе вот такой витамин c в порошке его тут больше чем достаточно 100 грамм и это такой порошок который можно разводить в воде и пить его и я его использую сывороткой то есть я здесь ложечка есть такая вот мерная я ее вот насыпаю до немножко на ладошку сейчас покажу как это выглядит на ладошку потом беру у меня гиалуроновая кислота алцина это аптечный бренд вот такая вот гиалурон два точка ноль фацогель вот и что ты хочешь что ты хочешь не чипсы а у тебя внизу на столике вот так вот выдавливаете я вам просто немножечко покажу как я это делаю выдавливаете размешиваете пальчиком этот порошочек должен хорошо слить слиться чтобы не было крупинок то есть полностью раствориться должен вот так вот я его прям растираю растираю потом беру и вот такими аппликативными движениями наношу на лицо поначалу немножко щипало лицо а теперь вот первый раз когда я наносила первый второй вот третий еще немножко потому что были какие-то моменты такие вот а потом как бы все ничего не щипит все нормально то есть классно вот поэтому я это делаю утром также я его принимаю с водичкой развожу и принимаю витамин c с водой потом я покупала вот такой вот крем я вам его показывала а вене он классный 50 миллиграмм крем нутритив ревелита речи то есть он действительно его тут много он его еще немножко осталось я его использую на шею и как мы знаем лицо у нас продолжается аж сюда да то есть мы то что наносим на лицо то наносим и вот прям я даже вот на декольте на грудь вот сюда я наношу все что наношу на лицо поэтому расход у меня именно таких продуктов большой ну что я хочу сказать не знаю с ним ли связано не с ним но у меня начали появляться такие знаете это не прыщички а вот такие бугорки какие-то ну то есть с тем что он питает и увлажняет хорошо но вот какое-то такое я не знаю вот что-то не то знаете вот что-то не то и аромат такой похож на из дремки на серию микса у них вот схожий такой аромат ну как-то не сильно зашел хотя вот как бы если бы не вот эти вот я даже не знаю как это объяснить он и классный и в то же время вот что-то не то вот как то так не знаю я думаю сестре бы моей вообще он бы зашел хорошо почему-то мне так кажется не знаю вот потом я решила перевести свое внимание на более натуральную косметику сейчас появился такой бренд дм он есть на в интернет магазинах он есть на и вот такой это по моему итальянский бренд если я не ошибаюсь тоже 50 миллиграмм ночной крем он у меня полный и его я передам если получится домой либо же сестре либо же маме не знаю пускай пробуют опять таки он вот этот вот точно моей сестре лонди зайдет потому что она любит когда крем впитывается прям чтобы он ну как бы не жирнил лицо я думаю что ей зайдет он действительно как бы впитывается увлажняет но не оставляет вот это и то что я люблю знаете немножко вот питание на лице для моей сухой такой кожи я люблю когда остается немножко вот такое вот знаете правильно бы объяснить не то чтобы маслянистое какое-то но вот чтобы такое питание оставалось немножко на сверху на есть пленочкой знаете остается это как бы не нравится мне а есть вот именно вот такой вот питательный такой слой остается этот крем такого питательного слоя не оставляет но в то же время чувствуется такая вот анти речь не знаю как это приятный аромат ну вот положу сестре в сумочку вот тем более я буквально два раза им воспользовалась ну не то не хватает мне дальше мой взгляд упал на вот такой вот вот такой вот розовый крем написано у лазуете ну то есть омолаживающий с пунти а q10 вот такой вот тоже хороший крем это уже такой лопаточка к нему стеклянная баночка крышечка такая вот под дерево я уже использовал тоже его видите ну как бы достаточно использовала но его еще и пользовать и пользовать что я хочу сказать давайте я вам покажу чтобы вы видели вот его так набираешь это взбитые масла взбитые до пены вот вы набираете вот так потом растворяете он прям тает тает и вот остается такой вот видите остается ну это масло масла да действительно хорошо питает хорошо я не скажу что увлажняет но питает прям ну и увлажняет тоже неплохо но питание тут в основном идет тоже как бы подтягивает но опять таки так как моя кожа очень чувствительная хотя там писалось что подойдет даже для чувствительной кожи так как моя кожа чувствительная очень такая вредная кожа у меня и меня начало вот вот здесь раздражаться и здесь конечно специфический такой натуральный аромат аромат травок я положу это сюда тоже отправлю при возможности домой вот ну вот да когда вы просыпаетесь утром у вас прямо напитанное вы умываетесь и капельки прям с вас скатываются с лица потому что прям напитанное лицо но повторюсь вот оно как-то мне стало раздражать стала раздражать пользовалась я им где-то недели две и начало раздражаться лицо поэтому ну что я не знаю вот и вот буквально на днях когда я вчера или позавчера я уже не помню что за кашель алекс что за кашель говорю купила снова урьяш свой для чувствительной кожи 50 миллиграмм здесь нейтральная душка приятненькая такая вот такой розово немножко розововатый такой аж голос срывается розововатый такой крем он хорошо питает хорошо увлажняет убирает вот эти раздражения на лице убирает вот эти красные прожилки да ну как бы и все не получается у меня экспериментировать как бы вот линейка урьяш мне подходит и синяя линеечка и вот такая дали мне когда я покупала положили мне все вот такую вот сумочку кстати вот это марка нюца 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 ла мэджик она мне тоже не подходит вот вообще питание ну вообще от слова вообще не подходит вот положили мне еще такой пробничек это идет анти эйдж серия идут дороже ну как бы какой то прям разницы между вот этим и вот этим я не ощутила я вчера его наносила ну не знаю а стоит дороже поэтому и вот такой вот кремчик под глаза тоже хорошо увлажняет надо присмотреться к вот этому кремчику хотя мне кажется вот эти кремы знаете под глаза они ничем не отличаются от кремов которые как бы на все лицо ну это мое личное такое мнение вот ну тоже очень приятно достаточно чтобы попробовать знаете миниатюрки и еще что и мицеллярную воду пробничек дали понравилась мне мицеллярная вода она тоже как бы сильно не раздражает не ну как бы и снимает макияж хорошо вот поэтому ну вот я так поняла что для моего лица вот этот вот бренд турниаж он самый вот казалось бы айвене да где он айвене айвене он идет дороже вот эта баночка стоила пятьсот пятьдесят с чем-то крон он дороже идет вот это стоит дешевле это четыреста девяносто пять крон в гривне это приблизительно та же цена ээээ ну вот видите вот это конечно мне лучше как бы что мне вот это больше подходит потому что и дешевле и ээээ лучше ну все как бы так что да не буду больше экспериментировать хотела что-то покупать там из лореаля знаете что-то такое это потом думаю ну нет ну куплю буду потом жалеть попробовала натуральное тоже не мое вот так что так что да ээээ вот такие у меня покупки были эксперименты для лица больше экспериментировать не буду может быть с сыворотками потому что мне сыворотка именно от урьяш не нравится но почему-то как-то она мне ну никак вот вот с сыворотками проэкспериментирую у меня сейчас есть вот эта вот сыворотка которую я миксую с витамином С есть биленда но я хочу еще купить биленду именно увлажняющая такая в бутыльке перелить ее в красивую бутылочку вот и как бы ну все вот что-то хочется такое или напишите мне кто кто пользовался корейской косметикой холика холика у них есть серия с церамидами крем у них есть с церамидами и сыворотка с церамидами напишите если у вас такая же кожа как у меня чувствительная сухая обезвоженная и вы пользовались покупали себе эту серию напишите пожалуйста как она вам не раздражает подходит не подходит не хочется покупать знаете такое что как бы купил и поставил а хочется чтобы оно же как бы в пользу да тем более в нынешней ситуации в таком что нужно как бы немножко со своими желаниями при как бы при успокоиться потому что непонятно вообще что творится в мире вот так что напишите чем пользуетесь вы какая у вас кожа какие марки любите вы натуральную косметику аптечную либо же что-то масс-маркет люкс я не знаю мидл напишите пожалуйста я буду очень рада если вы мне что-то посоветуете именно для сухой чувствительной кожи раздражительной такой знаете аллергичной такой если вдруг что-то не подходит все сразу вот краснеют вот здесь места вот эти начинают печь знаете ну то есть так что да пока что все следующее видео будет о волосах тоже вам покажу чем я пользуюсь ничего у меня прям такого дорогого по уходу за волосами нету покажу то что как бы чем я пользуюсь и довольна или недовольна так что подписывайтесь на мой канал нажимайте обязательно на колокольчик потому что недостаточно если вы просто подписаны на мой канал и не нажали на колокольчик этого не не хватает потому что youtube не будет вам присылать мои видео надо подписаться нужно нажать на колокольчик и тогда будут приходить вы будете видеть какие ну то есть какие новые видео у меня выходят опять таки пишите запросы на темы на косметику вот так что увидимся сегодня если вам интересна детская одежда H&M я уже у меня на канале уже есть ролик на эту тему дочке приходила сегодня посылка с H&M и я там рассказала и показала одежду а вот на этом все увидимся всем счастья любви солнце дочка подсказывает радости и знаете еще что хочется пожелать потому что вот это вот время очень очень тяжелое если первые первые это да когда прикрыли людей было еще как-то ну как бы казалось бы да что как бы вот это закончится и все то вот эти вот моменты уже очень тяжело но лично для меня очень тяжело это все переносится потому что я не нравится все мне это так что давайте поговорим еще и на эту тему как как держать себя в нормальном состоянии вот в таких вот условиях так что увидимся пока как в как это так и Продолжение следует...